Какие отличия великий Улейнер Бьорн Даллин нашел в подготовке спортсменов Норвегии и России? Почему его называют фанатом чистоты, когда он планирует завершить карьеру, он рассказал лично в эксклюзивном интервью нашей программе. Вы приехали сюда на Кубок Багалей. Как вас уговорили приехать в Новосибирск на это соревнование? Мы давно знакомы с Анной Багалей, но здесь я в основном благодаря ее супругу. В этом году он мой спонсор. Но прежде всего я здесь из-за турнира. Я считаю, что это замечательные старты. В Норвегии проходят похожие турниры, и там участвует гораздо больше спортсменов, чем в Новосибирске. Вы сегодня очень много общались с детьми. Вам задавали тысячу вопросов, как мне рассказали. Может быть, вы вспомните, какие вопросы вам больше всего запомнились? Сегодня мне задавали множество вопросов. Дети были очень открыты. Их интересовало буквально все. Что со мной происходило в их возрасте, режим тренировок, как я провожу свободное время. Они были очень вежливы и заинтересованы. А потом я побывал на их тренировке и заметил среди них в самом деле талантливых ребят, которые могут стать будущими звездами биатлона. Можете ли вы сравнить, отличаются дети в Норвегии от спортсменов, детей в Новосибирске? Именно об этом я думал, когда возвращался сегодня в отель. Могу сказать, что дети в Норвегии и в Новосибирске очень похожи. Дети вообще везде остаются детьми, независимо от их уровня в биатлоне. Но я заметил разницу в системе подготовки. Дети тренируются здесь иначе, их обучают по-другому, мотивируют иначе. А можно поконкретнее? Вот в чем именно разница? Вот, может быть, чем мотивируют норвежские детей? В этом возрасте, с 10 до 15 лет, действительно важно, чтобы дети получали удовольствие на таких турнирах. Конечно, важна и конкуренция. Но я заметил, что в России прежде всего фокусируются на результатах соревнований, на победе, а не на самом процессе. В Норвегии дети намного позже начинают работать на результат. Все-таки такие турниры – это больше развлекательные мероприятия. И атмосфера в Норвегии другая. Обычно на такие события дети приезжают с родителями. Хотя, возможно, у родителей Норвегии больше свободного времени, но здесь я увидел только тренеров и детей. И уже в столь юном возрасте фокус прежде всего на результат. Мне кажется, в первую очередь дети должны получать удовольствие от процесса. У нас в Новосибирске есть свои звезды биатлона, которых мы обожаем. Это Тихонов, который просто легенда, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону. Но в последнее время школа биатлонная Новосибирская почему-то не дает спортсменов мирового уровня. Даже та же Багалия, она фактически не наша. Она к нам приехала, мы ее все очень любим, но тем не менее. Как вы считаете, если вы знакомы с Новосибирской школой, в чем причина такой ситуации? Я не могу судить о системе подготовки в Новосибирске или России вообще. Но я вижу российскую команду. Это действительно сильные спортсмены. Последний чемпионат стал для них неудачным. Но для меня они стоят в одном ряду с французской или норвежской сборными. Они звезды. Я считаю их сильными соперниками. Спасибо вам большое за эти слова по отношению к российской сборной. Потому что сейчас, когда действительно они неудачно выступили на чемпионате мира, очень большая агрессия со стороны поклонников биатлона, российских поклонников, к российской команде. Вот какое ваше личное отношение? Имеют право поклонники биатлона, болельщики, которые лично воспринимают и победы, и поражения спортсменов, имеют ли они право так агрессивно реагировать? Я думаю, болельщики имеют право реагировать, как они хотят. Но настоящие фанаты будут поддерживать спортсменов и в победах, и в поражениях. Я думаю, что за агрессию со стороны болельщиков несет ответственность и пресса. Именно она представляет проигрыши в негативном свете. И люди думают, что именно так и надо воспринимать ситуацию. Пресса оказывает большое давление на спортсменов. И от них ждут больших результатов. Это неприятно, потому что сложно всегда быть лучшим. В Норвегии мы также чувствуем большое давление со стороны прессы. Например, для норвежца мало завоевать медаль. Ты должен выиграть. Очень сложно получить признание. В начале марта в Осло я завоевал два серебра. Это было хорошо для меня. Но для сборной это была катастрофа, потому что мы не получили командного золота для мужчин. Я считаю, пресса должна проникнуться в ситуацию и смягчить свое отношение. В спорте сейчас все очень быстро меняется. Сегодня очень много хороших спортсменов. И все труднее завоевывать награды. То, что связано с победами, в последнее время очень бурно обсуждается. Это допинговые скандалы. Это Мельдония, это Шарапова. И мне бы хотелось узнать ваше мнение. Сами вы когда-нибудь использовали этот препарат? И к допингу вообще в спортивной среде как вы относитесь? Я лично никогда не слышал об этом препарате и не знаю людей, которые его используют. Я не знаю точно, но, возможно, это русский препарат. Я удивлен, что кого-то поймали на использовании этого препарата. Хотя все знали, что с 1 января он запрещен. Если специалисты решили, что препарат нужно внести в перечень запрещенных, значит, так и нужно сделать. Значит, были причины. Он давал какой-то эффект в ходе тренировок. Все просто. Читайте список запрещенных препаратов и не используйте их. Говорят, что вы очень такой ярый поборник чистоты. И чуть ли не с собой пылесос возите. Вы приехали в Сибирь не в самую лучшую погоду. У нас сейчас все тает и вокруг достаточно грязно. И все-таки это не первый ваш приезд. Как вы воспринимаете Новосибирск? Да, это весна. Все серое и трудно поддерживать чистоту. Но я приехал сюда ради детских соревнований. Я был счастлив увидеть столько много детей. Чувствую себя счастливым от этого. Что касается гигиены, о том, что я любитель суперчистоты, это история, придуманная прессой. Если точно, все, что я делаю обычно перед чемпионатами, это пытаюсь защитить себя от бактерий и вирусов. Самое важное – мыть руки. Особенно перед едой. Я общаюсь с большим количеством людей. Плюс во время путешествий важно, чтобы в отеле было чистое напольное покрытие. Сейчас такой проблемы нет, но раньше я приезжал, и если видел грязный пол, мог сам все пропылесосить. Наверное, так и возникла легенда, что я экстремальный поклонник чистоты. Просто если тренируешься 7-8 месяцев и вдруг перед чемпионатом заболел, то это обидно. Конечно, ты должен беречь свое здоровье. И в этом я не отличаюсь от других людей. Просто журналисты придумали интересную историю. Тогда еще несколько вопросов, которые я вычитала в интернете про вас. Это о том, что вы занимаетесь на канате, ходите на канате. Это на самом деле так? И что вам это дает? Да, это так. Все началось с детства, когда я мечтал стать гимнастом. Я ходил по канату и на руках. Мой папа научил меня. И это действительно интересно. Я продолжаю ходить по канату, и это хорошее упражнение. Мы очень ждали, что вы приедете со своим чудо-трейлером. Да, я собирался приехать в Новосибирск на трейлере. Но, к сожалению, он сейчас в ремонте. Все-таки из Норвегии путь не близкий. Возможно, в другой раз. А вы, кстати, закончили свою карьеру? Да, я планировал закончить карьеру в этом году. Но сейчас я еще действующий спортсмен. У меня впереди еще три гонки. Потом я возьму время на разуме и, возможно, окончательное решение я приму в мае.